А для меня этот хлопок уже через секунду три подойдет. Я только потом на него сфокусируюсь. Типа, вау, ты что сделал? Такое. Вот, вот, потеря, концентрация внимания. И мне сложно... Кстати, я не скажу, что я много учился. Я не знаю, как в других институтах, но лично у меня... В пятой GTA прям вот моделька создана, типа, для того, чтобы... Ты вырезаешься на огромной скорости. Нету вот этой вмятины огроменной. Потому что она у тебя постоянная. Я, допустим, ну, не удалил. Инстаграм мне просто надоел, я туда больше не захожу. Психологическое давление, я не хочу это как-то пафосно называть, но это очень похоже на Deeper School. Друзья, всем привет! Вы на моем прекраснейшем чудесном канале под названием Владислав Беляев. И сегодня по названию ролика, под названием данного происшествия, которое у нас сегодня происходит, я сегодня не один, а с моим прекраснейшим молодым другом Иваном Смирновым. Добрый вечер. Что же это может означать? Это означает, что у нас сегодня, спустя практически год, выходит третий выпуск ВВП. Влад Ваня подкаст. Год прошел, прошел год. В этом выпуске подкаста мы обсудили такие темы, как проблемы с головой, то бишь депрессивные различные расстройства, как их выявить, как определить, как с ними сострадать и как с ними жить. Поговорили немножко о спорте, поговорили о играх, поговорили о... Чего мы еще разговаривали сегодня? Ну вот они узнают. Ну нет, давай. Я не помню. Отлично, Ваня не помнит. Я надеюсь, что вы потом в комментариях сможете ответить на все вопросы, которые вас интересуют и которые вы нашли в данном выпуске подкаста. Желаем вам приятнейшего просмотра, чтобы вы кайфанули. Заваривайте чаек, кофеек, печеньку вкусную, доширак. Нет, доширак не надо. Что-нибудь такое вкусненькое. И усаживайтесь поудобней. И приятного просмотра. Ну давай. Рыба. Кости. Рыба. Что? Кости? Кости. Кости? Кости. Почему Кости? Почему рыба? Я думал, мы в слова играем, типа... А, арбуз. Угу. Кости. Рыба. А, арбуз. Понял. Короче, удивительный факт, который я с недавнего времени заметил. Ты помнишь, когда мы записывали последний подкаст? Ну, почти год назад. Не почти. Ну да, почти. Точную дату я даже сейчас могу назвать. Последний выпуск, который был выложен 11 месяцев назад, 26 февраля. Как мы удачно-то. Это по... Как твои дела, Ваня? Мы хорошо. Я вот сегодня в тренировочке приехал. В какой тренировочке? В зал ходил. В зал ходил? Да. Что ты делаешь, да? Я там целый час шел на беговой дорожке. Угу. Там так... А на каком пульсе? Надо же контролировать пульс. 100... 110-120. 110-120? Ну, надо поднимать. Если ты хочешь сбросить какую-то жировую прослойку, то надо контролировать пульс в аэробном пороге. Это где-то 120-130. Ладно. А с железом ты работаешь в чем-нибудь? Конечно. Что ты делаешь? Ну, я сколько, полгода не занимался. Мне было жалко денег на зал. Да и времени не было. Я и не ходил. А потом думаю, блин, стал я какой-то большой и некрасивый. Пора снова в зал. Вот. Да я пока только начал. У меня там базовые упражнения самые. Не более. У тебя что, как? Ну, в связи с тем, что в последнее время у меня хандрит здоровье, у меня не очень сильно восприятие к этому миру, а именно проблема вот здесь, короче. Что именно? Психологическое давление. Я не хочу это как-то пафосно называть, но это очень похоже на депрессию. Я никогда не думал, что я столкнусь с этим словом, с этим выражением, с этим понятием. Депрессия. У меня депрессия. Ну, в последнее время я начинаю замечать, что это очень... Это необъяснимые такие вещи. И как раз вот у меня есть определенного рода вопрос, связанным с депрессией. Что вообще, как ты думаешь, что такое депрессия? Что это для тебя означает и в каком виде оно проявляется? Так оно мне не проявляется или может проявляться, я не знаю. Я же не ходил к психологу, чтобы обследовать. Не, я тоже пока что не ходил к психологу, но я думаю, что последнее... Ну, мне кажется, что спустя... Ну, я бы сходил бы сейчас, на самом деле, к психологу, не к психотерапевту, чтобы у меня не прописывали никаких там разных препаратов или еще что-то, а именно к психологу, к настоящему специалисту. Но вопрос у меня вот как раз, который я готовил, и так мы незначай, как-то к ним подошли, и уж пофиг мы начнем. Что для тебя депрессия? Хороший вопрос. Начнем издалека. Что такое депрессия? Определение есть? Ну, вероятнее всего, есть. Да я так делался. Мы можем посмотреть... Не знаю. Это такое... Вопрос строится не лично для тебя, а твое понимание, что такое депрессия. Понятно. Это что такое, не знаю, обширное, когда люди говорят, у меня депрессия. Понятно, не в шутку, но все равно. Даже не знаю, как это писать. Это какая-то сломленная психика. Не знаю. Что нам подсказывает Википедия по данному термину? Психологическое расстройство, основными признаками которого является снижение, угнетенное, подавление, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие. Обычно также присутствуют некоторые из следующих симптомов снижения, самооценки, потери интеллекса к жизни и привычной деятельности, неадекватное чувство вины. И я честно тебе скажу, я не гуглил вообще, что такое депрессия. Как я понял, что у меня депрессия, я замечал определенные вещи, определенные структуры, которые для моего мировоззрения, для моего вообще существования непригодны. То есть, с чего все началось, у меня резко снизилась моя самооценка. Вот реально, я всячески стал загоняться, типа, а я выгляжу нормально, а здесь ненормально, а может как бы там, типа, я был лучше когда-то какого-то рода. И вот сейчас то, что я прочитал, это, блин, это действительно присутствует. А что еще сейчас я обратил внимание? А на протяжении какого-то периода присутствует? Очень давно на самом деле. Я уже в подкасте, который выходил на Boosty, об этом рассказал. И могу здесь сказать то, что точно полгода эта вся фигня длится. Но я никогда не гуглил, вот опять же, понятие депрессия. И капец. Ну, тут такой обширный набор признаков, что можно любой подойти. Еще один интересный признак, который вот офигеть, как я акцентировал на это внимание, это то, что снижение, в общем, что здесь? Сейчас найду, блин. Симптомы снижения, потерь интереса, нет, не то. Накладывание, а, вот нарушение концентрации внимания. Бывают, короче, моменты такие, то, что ты, допустим, ешь, завтракаешь, такой завтракаешь, 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 и пропал просто на 5 секунд куда-то. Ну, ты просто пропал, я о чем-то задумался. Ты, непонятно, где ты находишься. Вот, концентрация внимания. Я вот, знаешь, я вот, как это рассказать? Вот, вот, я не знаю, как это повествовать даже. Типа, ты такой, ну да, прикольно. Вау, машина едет. Она уже проехала, и она для тебя еще вот как-то вот толку-толку-толку ведет. Ты вот, работоспособность твоя, короче, реакция пропадает, понимаешь? Ну, типа, я сделаю хлопок, а для меня этот хлопок уже, ну, через секунду-три подойдет. Я только потом на него сфокусируюсь. Типа, вау, ты что сделал? Такое. Вот, вот, очень странно. Потеря концентрации внимания. И мне сложно настроиться, вот именно мне сложно. То есть... Ну, у меня бывает, я просто что-то делаю. Допустим, ну, когда идешь домой, ты же идешь на автомате, о чем-то задумался. Потом спустя минут 20, оп, уже у дома. Ты был просто в мыслях. Или так же, я книжку недавно читал. Это называется, ты был просто в мыслях. Ну, да. Это другое. Ты был просто в мыслях. А мне тяжело, мне тяжело взорваться, знаешь? Меня, как это сказать, меня будут бить по щечине вот так вот, жестко, сильно, а мне будет так все равно. Типа, блин, я настолько... Ты принял эту жизнь. Это не сказать, что я добр, да, к людям, которые меня бьют по лицу. А мне настолько в данный момент сейчас все равно, что, ну, типа, делайте, что хотите. Я на вас вообще внимания не обращаю. Вот, типа, обратить на что-то внимание, да, термин вот этот понятен. Я обращаю внимание на камеру. Я обращаю внимание на компьютер и на текст, который читаю. Вот я читаю, могу читать что-то, и я читаю, 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 и просто как бы залипаю, и вот уже прочитал какой-то текст, а я не понимаю, что было до этого. Ну, у всех такое было. В детстве, когда там, книги читаешь, и это как раз ты не даешь внимания вот каким-то действиям своим, которые ты сам же и делаешь. То есть, типа, это просто на автомате, на пофиг происходит. Ты понимаешь, что? Ну, я понимаю, да. Вот такая же штука, да, расстройство сна и аппетита. С аппетитом, не знаю, возникала такая штука или нет. Возможность того, что как бы я спортсмен и хаваю достаточно много. Ну, если мы уж сейчас говорим исключительно только про моё здоровье, которое, да, ярко, бесцельно, неправильно выражено, то с едой тоже возникли проблемы и в больнице, когда я был, мне поставили гастрит. 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 Единственное, что я знаю с гастрита, когда я приходил к двоюродному брату, он лежал в больнице, ел какую-то такую пачку макарон сухих, но которые приготовлены, нормальные, но они были настолько сухие, что просто были в виде квадрата, он их сидел и ел. Это ужасное воспоминание. Так мы все в детстве душики хавались. Нет, это не душик было, это вот нормальные макароны приготовленные, но они были настолько как-то сварены сухо, то что вот они просто держали форму квадрата. Ну, это типа альтенты какие-нибудь. Знаешь, отодвинь чуть-чуть все-таки, мне кажется, что прям чуть-чуть еще. Нет, нет. Вот так? Вот так, мне кажется, да. Хорошо. Ну вот с расстройством сна у меня, да, очень серьезная проблема. Сейчас из-за того, что у меня нету тренировок, я сегодня, по крайней мере, 29 января, я лег спать полпятого. Я лег спать полпятого, проснулся в 3 часа. Ну, подожди. Но это сбитый биоритм, да, вот этот, его наладить легко. Расстройством сна, я еще хочу сказать, это то, что, господи, я стал просыпаться каждое утро. Про сон, кстати, и вопрос к тебе, у меня тоже есть определенного рода вопроса, я стал просыпаться раз в день, ну, один раз ночью. Никогда в жизни такого не было, то есть я вспоминаю там подростковый свой период, да, типа, в свое подростковое время я приходил, для того, чтобы уснуть, мне требовалось, ну, максимум, минут 15. Я посидел такой в телефоне, телефон на меня никакого вреда не производил в то время, мне кажется, да, какой растущий организм, тем более, после тренировок, мы все такие уставшие были постоянно. и, господи, мне для того, чтобы уснуть, требовалось, ну, минут 10, это максимум. И ночью я спал абсолютно вообще нормально, как убитый. Просыпался, то есть когда будильник в доме. Сейчас же я стабильно там в 3 часа, в 4 часа ночи могу проснуться, ни с того, ни с сего. Понятное дело, я еще потом схожу в туалет и так далее, но со сном стали достаточно серьезные проблемы. И из-за того, что действительно написано сейчас на Википедии, я серьезно никогда не гуглил вот этот вообще весь вопрос, вот такой депрессия. У меня прям действительно какие-то ярко выраженные какие-то штуки. Я вот сейчас так задумался. Раньше же никто про такие болячки ничего не говорил. Типа, тебе грустно, у тебя что-то мерещится, кажется, ты стал хуже жить, так же по ночам просыпаться. Допустим, я по ночам так же просыпался, я же говорил, не раз. И у меня вопрос про... Ну ты подожди, подожди. Давай. Чему я говорил-то, я уже забыл. А, вот, то, что про это, про депрессию, про всякие такие психологические болезни никто не говорил, будто их просто нет. А если кто-то жаловался, типа, ты что ноешь-то? Пошел, поел, поспал и все, дальше живи. Вот тут два вопроса, точнее, не вопрос, а такое сравнение. Боже, я себе что-то придумываю. Вот нам дали определение, мы читаем, депрессия тут. Такое, такое, такое. Ты думаешь, блин, ну у меня было один раз такое, а у меня было пару раз, вот под это подходило. Может быть, у меня депрессия, начинаешь додумывать, 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 загоняться. А загнаться легко, сам знаешь. Нет. Либо, просто, мы начали как-то про это больше говорить, и неужели оно настолько каждому влияет, и то, что люди, на самом деле, такие болезненные. Нет, то, что типа читать, и вот это якобы самокопание, то, что ты читаешь, и у тебя, да, 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 точно такие же симптомы. Я не читал, я сейчас вот прочитал впервые, что такое понятие депрессия, и последние полгода, хорошо, если не полгода, то какой-то эмоциональный пик у меня был в возникновении какого-то плохого вот этого моего настроения, и мне не хотелось, это проецировало все, то есть мне реально не хотелось там идти на тренировку. Но оно можно понять, почему, у тебя жало на каждый день одно и то же, это рутина, это монотонность. Хорошо, дальше, вот действительно проблемы со сном у меня стали. я реально замечал, я даже некоторым людям говорил то, что вот про концентрацию внимания, я как будто вообще не здесь, я не могу сконцентрироваться. Блин, ты может меня сейчас реально не понимаешь? и я даже это представить не могу. Тоже не понимаешь? Я не знаю, какой даже пример привести, ты не можешь концентрироваться на объекте, ты можешь смотреть фильм, да, вот, ты смотришь фильм, но ты смотришь на экран, но не смотришь фильм, понял? но у меня это связано только если куда-то в мысль погружаюсь, а не просто пропадаю. А у меня это постоянно, у меня 24 на 7 вот эта вот фигня, это, ну, это как раз ты не концентрируешь внимание на той вещи, которой ты сейчас занимаешься. я за собой начал тоже такое надо замечать, но я начал это замечать, то, что в плане потребления информации мне нужно больше, больше, больше. Я не могу сконцентрироваться из-за того, что есть ТикТок, надоел ТикТок, заходишь в Ютуб, надоел Ютуб, заходишь в Инстаграм. У меня даже не так, меня даже не привлекает ни ТикТок, ни Ютуб. Потому что оно у тебя постоянно. Я, допустим, ну, не удалил, Инстаграм мне просто надоел, я туда больше не захожу. Вот, мне стало... Я видел, я зашел спустя месяц, там у меня 10 сообщений. 10? Ну, сколько это было? Я туда уже месяц, полтора не захожу. Я постоянно рился, все эти. А ты что, не видишь, что у меня в сети нет? А у меня стоит, типа, то, что меня никто никогда не видит в сети, и я тоже не вижу. Понял. Я туда не захожу. Вот. Понял. Мне уже как-то стало легче. То, что ТикТок я начал меньше сидеть, и, опять же, тоже хочу от него отказаться, потому что столько тратится время бесполезно. Иногда забавно, но вот этот переизбыток внимания, информации, из-за этого я тоже не могу скатерироваться. Это называется... Я тоже задумался об этом. Ты получаешь халявную дозу дофамина. Да. Ты получаешь халявную, и это для тебя как наркотик, как доза. Тебе... Ты понимаешь, что, бля, это трата времени тупая, но ты уже просто тянешь, телефон у тебя уже в руках, открыт ТикТок, рекомендации, и вот все, понеслась, понеслась. Ты вроде только проснулся, ну, пять минут полежу, посплю, ой, встану через пять минут, спустя полчаса, а что мы делаем? Угу. Угу. И ты вот постоянно такая фигня, сейчас я остановлюсь. Вот у меня постоянно, сейчас еще пять ТикТоков, еще пять, я остановлюсь. А еще бывает, сейчас три вот смешных, разрывных будет, и я, и я выйду отсюда. И вот я листаю, пока три самых смешных, самых разрывных не будут воверить. Это, конечно, да, это халявная доса дофамина, и она очень сильно влияет негативно на жизнь, короче. Но в плане депрессии, опять же. Хорошо, а если мы говорили сегодня про Формулу-1, затронули это тело. Там, кстати, новый сезон скоро выйдет. А, кстати, да. Ты посмотрел? Так он скоро выйдет, а он повышен? первое, ну, там, четыре сезона или пять, прям все смотрел? Охрененно, да? Ну, только последний сезон предпоследней серии это вот, вот эта самая была лучшая серия. Я что-то не помню. Там прям до Абудаби что-то было там. Я сам уже не помню. Что-то с Абудаби было. Ну, я Абудаби когда смотрел, у меня прям аж слезы шли реально. Я когда вот как, ну, конечно, как там все снято, типа, у меня прям реально шли слезы прям. Ну, не до слез, но я был... У меня мурашки были такие прям. Я такой, господи, как я... Вот, я также был влечен на 50 минут. До этого меня так серии не захватывали. Сейчас новый сезон сняли. Вот поэтому нынешний, как Феррари, поспали вообще жестко. Мне интересно, как будто обсирать. Хотя не буду. Не, я очень хочу, чтобы этот сезон был, ну, больше конкуренции. Потому что, бля... Главное верить. Главное верить. Просто со старта этот чубзик уматывает? Не, ну, подожди, может быть, снова гонки 3. Конкуренция боит, потом RedBall. Ну, все, уедет. Мне всегда, мне нравились вот эти мемы вот с этой музыкой, где, типа, Феррстаппин. Блин, ну, понял? Там чел сам поет. Что-то такая, такой мотивчик. Нет, блин. Я его же не найду. Это вот, когда вот он в Бельгии вроде стартовал с последнего места там где-то и прорывался, и первый. Ну, зашел в игрушечную группу играть в компьютере. Погонял. Ладно. У меня просто мир крутится. Ну, до этого крутился только возле одних вещей. Это сети. Что? Ну, сети. Вот, роутер настраивать, свечи. Я теперь могу взять твой ноутбук, добавить его во влан определенный. Что это? Ну, это, короче, такая виртуальная область, куда будет поступать определенная информация. Можно ограничить доступ. Типа, ты будешь видеть то, что я там гуглю или еще что-нибудь? Не гуглю. Допустим, есть бухгалтерия. Вот, представь офис. Есть бухгалтерия, а есть какие-нибудь менеджеры по продажам. Им же не нужен одинаковый трафик и не нужно, чтобы приходили одинаковые сообщения. Вот, и это все вланами разграничивается. Ясно, что ничего не ясно. Да, вот я так же сидел. Главное, надо поступать в мира. И ты вообще пожалел то, что ты поступил туда? Вопрос спорный, на самом деле. Я не знаю, как в других институтах. Просто я понимал, что придется учиться самому. Кстати, я не скажу, что я много учился. Я не знаю, как в других институтах, но лично у меня достаточно все лояльно. Вот, если перечислять, где я был, куда я регулярно ходил, возьмем понедельник. Я ходил на английский регулярно, на физру, и потом на сети, чтобы их сдать. Вот. Понедельник я был постоянно английский, либо физра. Потом, что, во вторник. я не ходил, я не ходил. В среду. У меня был матанализ, я был всего на трех парах и на экзамене. В четверг. Я был раза три, чтобы сдать предмет один. В пятницу, мы, помню, не учились. В субботу тоже. Я был в институте один-два раза в неделю. И то там парочка пар. Я считаю, только понедельник был полностью занят. Это сейчас второй курс? Угу. У меня было очень много свободного времени. Конечно, можно было получше выучиться, но я занимался тем, что я хотел. Так что, на самом-то деле, все очень хорошо. Если кому-то нужен молодой геймдизайнер, пишите. В смысле, геймдизайнер? Ты прям геймдизайнер? Ты вот представляешь, ты слышал же слово геймдизайнер, да? Я слышал слово дизайнер. Я понимаю, кто такой дизайнер, но я не понимаю представление геймдизайнера. Я же возьму. Да, конечно. Ну, это что-то сродни режиссера. Ну, что? Что-то схожее с режиссером. Типа, ты пишешь сценарий игры? Не совсем. Это очень обширно. Там, где ты пишешь сценарий игры, это в основном ты делаешь свою игру. Это вот когда... Кодзиму знаешь? Да. Вот. Это геймдизайнер. Но это великий человек. Он сам все делает. Его затея, задумки. В основном геймдизайнер тот, кто придумывает механики. Что такое механика? Объясняю. Допустим, берем Майнкрафт. Ты можешь ломать блоки, из этих блоков что-то собирать. Это и есть механика. Вот. Они это придумывают. Они могут просчитывать количество врагов, урона, чтобы тебе не было слишком скучно. Короче, я понял. Это, грубо говоря, простыми словами... Не за упростым словом. Я понял. Ну, это такая монотонная очень работа. Ты просчитываешь логистику игры, типа... Ну, не логистику, но да. Типа, ну, грубо говоря... Чтобы все соединяло, чтобы все работало с другим другом. Вот я недавно начал играть в Алхейм. Знаешь? Да. Ты знаешь эту игру? Ну, я что-то слышал, но не играл. Грубо говоря, это точно такой же Майнкрафт. Ну, ты рассказывал. Только очень сложный. Это типа Дота. Дота вот. Ну, не прям Дота. Майнкрафт, который направлен, ну, типа... Господи, как это сказать? Там... Чтобы... Чтобы скрафтить там кирку, ты там часов 10 должен пройти, чтобы получить кирку, которая может долбить камень. Специальная кирка. Ты не можешь там деревянной киркой долбить камень. Ну, понятно. Ты должен именно там каменной киркой долбить камень. А чтобы камень достать, ты должен убить там кучу мобов, спуститься в специальное подземелье, там, где скелеты кучат. Из этих... Добыть медь, медь переплавить. Чтобы медь переплавить, тебе надо вот как раз убить скелетов вот в этой вот шахте специальной, достать специальный изумруд, из которого этого изумруда вместе с камнем, который ты должен, типа, просто вот так вот руками брать, скрафтить плавильню, из этой меди, типа, нормальную переплавленную медь. Потом тебе не хватает пал... Ну, дерева, чтобы сделать кирку, да, там, для палки. Ты должен пойти в лес, который заходится за 3,9 миль, нафармить там вот этого дерева. То есть ты вот это вот всё просчитываешь. Вот это геймдизайнер как раз вот это, типа, всё просчитывает, да? Ну, да. Да. И капец, я загрузил тебя. Да. Такая очень монотонная работа. Опа! Самая напряжённая финальная гонка в вышибали. Я что-то вышибал не смотрю. Ты гонишь? Я тебе вчера... Оно мне вообще надоело. Я тебе вчера... Там... Там охрененно. У меня только на NFS-ку его хватает и всё. А я не могу NFS-ку его смотреть. А мне наоборот нравится. Мне форза одно и то же постоянно. Сколько можно смотреть? одно и то же. Мне, во-первых, сама NFS-ка вот эта не нравится. А мне наоборот не нравится. От той полнейшей, блядь. Ну, просто, понимаешь, есть определённого рода игры. Вот их любят за то, что они как это сказать? Держат классику, держат, типа... Это очень хороший вопрос, но... Но... А зачем делать одно и то же? Потому что... У тебя для этого есть старый. Потому что это культ. Это как Eminem, понял? Ну, подожди. Его рэп тоже с годами изменился. Эминем? Музыка за год... Ну, немножко-то да. Да ни хера. Ни хера. Изменился. Нет. Немножко есть. Его любят... У него есть свой стиль, понял? И его любят за этот стиль. Если он будет делать, понял, как какую-нибудь Ольгу Бузову, его они ни хера не поймут. Подожди. Ты будешь ходить на... Нет, именно... Пстителей снова и снова, если там просто будет что-то меняться? Это спорный вопрос. Понемножку. Мы уже особо на это не смотрим. Потому что одно и то же. Появился какой-то новый злодей, они его победили. Фигня полная. Все равно ни одно и то же. Ни одно и то же. Этот... Понимаешь, здесь нельзя сравнивать сюжет. Сюжет постоянно всегда разный. Вот именно сценарная составляющая всегда разная. Да. Но... Приёмы, как они используются одинаковые. Конечно, мы не будем это смотреть, если с Железного Человека будет играть какой-нибудь, я не знаю, левый чел, когда был до этого нормально крутой. Тони это... Дауни-младший. Для нас вообще это периферия. Ну, естественно, это уже актёр, который всё... Вот. А вспоминая старые NFS-ки, вот этот вот... вот этот вот лютый андеграунд, который был практически на всех частях. И вот... В смысле на всех? Он был только на скольких? На... На четырёх? Хорошо. Это по счёту какая NFS-ка? Не знаю. Нет, сама суть то, что... Сделайте вы игру, допустим, вот, да, вот современную, классную. Ну, куда вот этот мультик? Мне не нравится этот мультик. И смотреть вот... Ну, в смысле мультик? Там единственное, что из мультика персонажи, да, ужасные, но... Так, уже что-то, да, типа... Не, ну подожди, я не говорю, что она очень хороша, но она интересная. За ней интересно смотреть? Мне не интересно вообще. Мне наоборот интересно. За то, что она стала веселее. Музыка, да, плохо. Это вообще обидно. Потому что, ну, и учитывая то, что он без музыки играет, ну, и сама там музыка ужасная, зачем на трэп ставить, тоже непонятно. Но так-то интересно. Нет. Потому что делать одно и то же с годами, ну, ты сделал один раз хорошо, второй раз ты уже хорошо так же не сделал, потому что зачем? Можно что-то менять. Если что-то подобное будет с GTA 6, согласись, тебе бы не понравилось? Ну, это и разные игры. Rockstar решили в ногу со временем идти. В смысле ногу со временем? Мы же не знаем, что там будет. Я и вчера смотрел видос какой-то информационный канал игр, и там, типа, сказали то, что уже в... Ну, чел, да, какой-то инсайзер, Rockstar, с которым они якобы, типа, там сотрудничают, должен... Ну, он сказал, что трейлер игры возможно выйдет в октябре 23-го года. Главное верить. Трейлер. Главное верить. А потом он сказал, типа, саму игру могут анонсировать в 24-м году, даже в этом трейлере, но потом ее 100% перенесут на 25-й год. Ну ладно. Блин, я очень... Я просто не могу. Ну, как раз будет время купить PS5. Ты понимаешь, как интернет упадет вообще? Да. Просто я не представляю. Ты представь, какой ажиотаж будет? Это же... Если хоть что-то будет не так, то все, их порвут. Я не верю, что что-то может быть не так. Ну, я очень хочу, чтобы что-то было подобное, похоже на RDR 2. Ты прошел? Нет, конечно. Ну? Нет, но я смотрел до хера обзоров на эту игру. Типа, я знаю механику. Но обзоры... Ну, механика там все плюс-минус одинаковая. Мне нравится физика, мне нравится физика, как это все исполнено, понял? Что персонажи, когда ты проходишь, они меняются даже. Понял? У него может борода отрасти. Но это у них уже было давно. Или там дом, который, да, стоит, не построенный, там, в середине игры он уже построен. Да. И с железной дорогой, там, скриншотов куча. Но ты это никогда не заметишь в игре. Да. Это только в обзорах, когда скажут, вот, смотри, у лошади есть яйца. Так в этом и прикол. Ты... Тоже верно. Ты не обитаешь постоянно в тех местах, в которые вот это все происходит. Тоже верно, я не спорю. Это и есть изюминка. Это все происходит в тех местах, где туда попасть очень редко. Ну, ты там не часто ходишь. Это больше уже похоже на такое прям задротство. Вот, до мелочей, чтобы... Заместо того, чтобы придумать что-то новое, я не говорю, что там все плохо, но это уже просто какой-то такой задротство до мелочей, которого, наверное, даже и не надо. Но... Но забавно. Очень хорошо, когда ты это находишь. Я вот сейчас в GTA IV начал играть. Не сказать, что я сейчас быстро пойду, потому что она пипец какая-то. Я офигел с монотонности начальных уровней. Того отвези, того подвези, здесь его подожди, здесь ты это... Я там уже 6 часов потратил на то, что просто возил кого-то. Это только начальный вообще, уровень игр. Но какая же там охрененная механика машин в четвёртой GTA? Ну, есть такое. Они поворачивают, она заваливается всем весом на огромной скорости. Нереалистично, но прикольно. Покрышка просто та ниже, эта выше, и когда ты в лобаш-лобаш врезаешься, там такая... Там... Ну, не BMG Drive, но в пятой GTA нет таких повреждений. В пятой GTA прям вот моделька создана, типа, для того, чтобы ты врезаешься на огромной скорости, нету вот этой вмятины огроменной, впадины в самом капоте. И это сделано по большей части того, что, и мне так кажется, чтобы, ну, слишком во время игры не расхерачивать машину прям в хламину, чтобы ты на одной машине мог доехать там до конечной точки. Да нет. Это... Там они очень пластиковые. Они, точнее, не пластиковые, а каменные, их невозможно разбить. Причём возможно? Но это больше... Ты сейчас запусти GTA IV и врежься. Ну, подожди. Они, может, больше физику ушли. Машина уже у тебя не поворачивается? Вот так вот, право-лево, на повороте. Ну, в пятой нет. Ну, они перешли более немножко к физичным моделям. Более физики добавили. Нет, мне вот GTA IV больше по физике реальность напоминает. У тебя машина так же сильно заваливается на поворотах? Она не заваливается, она чувствуется вот... Ты чувствуешь её всю массивность. Вот это вот заваливание, вот это на поворотах, вот это... Ну, то, что машина там такие игрушечные есть. Тем более... Не-не-не-нет, не игрушечные. Там машина каких годов? То есть, эта игра разворачивается в 90-е или 2000-е. Сам сюжет игры вот этот вот, типа, весь вот колорит банды, вот это там, ты за русского играешь с... То есть, и машины там старые, грубо говоря, как наши обычные девятки ездят. Жигули, которые сделаны из фанеры, грубо говоря, которые ты как раз-таки вмандячиваешься, она в щепки может разлететь. Ну, в щепки она не разлетается, но капот может принять вот такую форму. Вот бампер может туда вмяться. И это круто, это даёт реалистичности. А когда там в пятой ГТАшке вырезаешься, и у тебя там типа микроцарапинки на капоте... Капоте тоже есть такое, да. Капот слегка приподнят, единственное то, что ты на скорости, он у тебя может отлететь. Такое тоже есть. Вот я хочу, чтобы в шестой... Я хочу. Все говорят... Вот я дофигища обзорщиков всяких смотрел, и то, что они... Ну, это определённого рода тоже моё мнение. И про пятую тоже так говорили, чтобы она была ну, типа BeamNG Drive. Понял? Да, только сколько BeamNG ресурсов есть? Ну, блин. Ну, блин. Ну, блин. Тебе придётся купить две 40-90, чтобы в минималках тогда играть, учитывая весь их подход к деталям и размер карты. Ну, не прям вот BeamNG Drive, понял? Но... Элементарно, да? Понятное дело. А кто этого не хочет, чтобы машины разбивались? Забор какой-нибудь, типа... Этот... Кирпичный. Я хочу влететь и разбить этот кирпич. А кто этого не хочет? Я хочу, чтобы на машину этот кирпич упал, разбил стёкла. Или мятины вот были вот, знаешь, вот стеклопакетные вот разрывы вот эти вот на настоящей машине, чтобы не... Всё стекло ломалось. А ямы от стеклопакетов такие вот прикольные. А кто этого не хочет? Нет, просто это мои вот эти вот ожидания. Я клянусь, она выйдет, и я буду целую неделю в ней. Ну, так это все мечтают, но пока что просто невозможно. Это всё. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok